И сегодня мы прочитали у нас недельная глава Эмор, да, или «Объяви» по-русски, или «Скажи». Да, и как предыдущая недельная глава «К души», наша недельная глава, она продолжает говорить о святости. Я думаю, читая Писание, вы наблюдаете, что очень много Бог говорит о святости. Почему? Потому что это важно. И мало того, мы видим, что Писание говорит нам о святости как о неком таком пути, пути приближения к Творцу. Конечно, сегодня у нас есть с вами более совершенный путь. Это Ишиомаших. Его жертва, его пролитая кровь. Но я хочу сказать вот о чем. Сегодня в нашей недельной главе есть такие стихи. Это 22 глава книги Вейкра, книги Левит, с 31 по 33 стих. Это последние стихи этой главы. И здесь написано «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь, не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь». Аминь. Три стиха, в которых Бог трижды говорит «Я Господь». Он говорит «Не бесчестите святого имени моего, но светите его среди сынов Израилевых». Из прочитанных стихов мы с вами можем понять, что у нас с вами есть только два пути. Или мы приближаемся, святя Божье имя, или мы отступаем бесчестия его имя, пороча его в глазах народа. Мы часто с вами говорим, я думаю, слышали на протяжении нашей веры в Иешуа о выборе, что Бог, Он дал нам выбор. Я абсолютно с этим согласен, потому что Писание говорит, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, и поэтому, я думаю, ему просто необходимо было дать нам выбор, потому что Бог, Он сам свободен в этом выборе. Но я хочу сказать о том, что вот как раз-таки здесь, в освящении его имени, в следовании за ним, в приближении к нему, это не относится. Здесь у нас выбора нет. Мы уже сделали с вами свой выбор, когда встали на путь Иешуа Машеха. И теперь нам очень важно усвоить один урок, что не мы с вами выбираем эти пути, а Бог определяет их для нас. И обо всем этом четко нам говорит Писание. На чем сегодня сфокусированы мы? Мы прочитали с вами. Или мы светим его имя, или мы его бесчестим. На чем сегодня сфокусированы мы с вами? Чем заняты сегодня мои мысли? Как выражаются мои поступки? Чему я посвящаю сегодня свою жизнь? Тому, что я живу так, как человек, который светит имя Бога и прославляет его? Или все-таки есть что-то в моей жизни, что бесчестит его? Это такой вопрос, который, я думаю, задать каждому из нас необходимо самому себе. Иногда мы говорим, что вот обстоятельства. Из-за этого я где-то стал там тепленьким, негорячим. Но, знаете, я хочу сказать, что обстоятельства, они никак не влияют на то, светим мы Бога или мы его бесчестим. Если вы почитаете пророка Амоса, пятую главу, вы увидите. Там написано, что никакая война, никакой-то плен, никакой-то гибель молодых людей, ни голод, ни засуха, ничего этого не повлияло на то, чтобы народ Божий обратил свои сердца к Богу. Обстоятельства никак не повлияли на это. О чем это говорит? Это говорит о том, что это есть состояние нашего сердца. Или оно есть, или его нет. Когда Ишуа учил молиться учеников, он говорил такие слова. «Молитесь же так, да светится имя Твое, да будет воля Твоя, где? На небе, в нашем сердце». Я предлагаю сегодня подумать каждому из нас, есть ли его воля в нашем сердце? Светится ли его имя в нашей жизни? Сегодня утром, когда мы собрались на собрание, мы смотрели новости, я видел, там выступал один, он бывший военный, и Тамара его звать, и он сказал такую фразу. Он сказал о правительстве. Я не могу судить, потому что я достаточно не знаю всей информации, но я думаю, он тот человек, который что-то знает, что-то понимает. И он говорит, что сегодня правительство Израиля, оно ортодоксальное, то есть все верующие люди. Но он сказал, что они ничего не имеют общего с иудаизмом. Я хочу, чтобы сегодня каждый из нас задумался, что общего имею я сегодня с Иешуо. Что говорят люди обо мне? Не о нас, общине, как в целом, а обо мне, лично о каждом из нас. Что люди видят в нас? У нас нет другого пути. Есть один. Нет середины. Или мы светим его имя, или мы его бесчестим. Мы часто привыкли думать, ой, я согрешил, я покаюсь, и все. Но это мало, что я согрешил, это покаюсь. Нам надо понимать, что каждый наш поступок и наш грех – это бесчестие Бога. Мне всегда вспоминаются такие слова, когда Иешуо говорил, кто соблазнит хоть кого малого из этих сиих, тому надо ермо на шею бросить в море. Извините, что, может быть, слишком строго сегодня в нашем мире это звучит. Мне самому нравится, когда мне говорят только хорошее. Но это говорит Писание. Другого пути нет. Пусть Бог благословит сегодня каждого из нас, чтобы люди, которые нас окружают, они видели в нас Божьи правила, Божьи уставы, Божьи заповеди, и этим самым Его имя светилось в этой земле. Всем благословения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!